Царские потешные огни Но в то же время мне кажется, что на нашей выставке есть несколько вещей, которые позволяют нам чуть глубже задвинуть в саму атмосферу XVIII века, потому что на этих гравюрах есть не только задуманная архитектура, задуманные фейерверки, но есть и сами участники всех этих вещей. И для меня особенно интересными являются несколько гравюр. Во-первых, те гравюры, которые собраны в нашем зале втором, где показана иллюминация, которая происходила в 1770 году по дороге из Петербурга в Царское село, куда Екатерина ехала со своим гостем, русским принцем Генрихом, так и гравюра, которая висит в следующем зале, где у нас представлены мирные торжества и рассказывает о празднике в честь заключения нештатского мира, мира, свидетельствующего о победе России над Швецией во время фейерверка, устроенного даже не в Петербурге, а в Амстердаме. В тех гравюрах, которые у нас находятся в зале иллюминации, мы видим людей, созерцавших эти чудеса, мы видим людей, которые собрались на это праздничное действие и любуются, обсуждают то, что они видят. На гравюре Петровского времени мы видим несколько фейерверкеров, которые зажигают, собственно говоря, огни. Мы видим людей, которые находятся в лодках, которые стоят на полюстрадах, которые зажигают плошки, которые зажигают сам фейерверк. И вот то, как они выглядят, то, как это происходит, нас действительно погружает просто в атмосферу XVIII века. Продолжение следует...